Доброе утро! Я сразу скажу, это желание и упорство в первую очередь. То есть как бы желание заниматься, желание побеждать, быть сильным. Но упорство то, что начал, значит, доводить дело до конца. А почему именно гиревой спорт? Вот две задачи. Ну поскольку гиревой спорт, он же общедоступный. Изначально ДСО Урожай, потом культивировал вид спорта. Затем Россия, потом уже стали проводиться чемпионаты СССР. До развала. А потом уже стали проводиться первенства, мировые первенства стали проводиться. Поэтому как бы, ну, исходя из этого. А что развивает гиревой спорт? Гиревой спорт, во-первых, развивает силовую выносливость в первую очередь. Выносливость, да? Да, силовую выносливость. Дальше благотворно влияет на все суставы. То есть взять, скажем, если толчок более такой циклический вид спорта и как бы однобранный рывок, в рывке все мышцы тела задействованы полностью, рвок гири как бы. Полностью, начиная от пяток и кончая вот. То есть как бы сердечная система, значит, дыхалка, будем говорить, между нами, хорошо работает. Легкий объем легких увеличивается. То есть правообращение. Ну все, понимаете, в чем дело. Все ведь влияет на гиревой спорт. А в каком? И, кстати говоря, менее травмоопасность, скажем, чем тяжелая атлетика. Да? Конечно, конечно. Интересно. А в каком возрасте можно начинать заниматься гиревым спортом? Все-таки это тяжести? Да, да, да. Без последствий для организма. Не, ну если я, например, ну я, конечно, поздно начал. На сколько? Почти что в 17 лет. Ну а заниматься можно и в 4 годика. Есть гири... 4? Да. Есть гири 2 килограмма, то есть градация гиря 2 килограмм. И 64, и 80 килограмм. То есть вот через 2 килограмма в этой деградации гири есть. Дело не в возрасте, дело в подходе, в правильном инвентаре. Да, да, и в правильном подходе. И потом ведь, если человек может поднимать, скажем, в пудовую гирю через 2 килограмма, значит, бери и поднимай. Ну а чтобы поднимать, я натренировал, естественно. То есть сразу же человек не сделает. Сразу уже нельзя стягать. Нет, сразу же нет. Показываю рывок. Естественно, замах, гиря пошла, да? И рвем. И вверх. Да. Это таким вот образом. Раз. Вот, все, зафиксация. Потом идет сброс. И опять раз. Вот таким вот образом. А для вас 24 килограмма – это какой вес? Рабочий, не рабочий? Рабочий. Мне кажется, это вообще очень легко. 32 работаю. 32. И 40 работаю. Что еще, какие вы используете, может быть, снаряды, да, в своих тренировках? Гвозди. Вот почти 2 года и занимаюсь изометрическими упражнениями. То есть гну гвозди, разбиваю подковы, руки и прочие вещи. Гнете вот эти гвозди? Да. Так, Дима. А что, Дима? Проверил. Тут у нас ребята посильнее испробовали. Бесполезно. Не получилось ни у кого. Дело в том, что… Понимаете, в чем дело? То, что согнуть, нужна все равно, как бы сказать, техника определенная. И, во-первых, гвозди витить, они же острые. Да. Вот, для этого используем защиту, она называется пацци. Наматываем защиту. Просто берем вот так, раз, подушечка. Но тут ничего, просто кожей там ничего нет, никаких стержней. Вот так гнем пополам. Вот согнули. Ага. А также надо согнуть до прямого угла. Но потом довольно все просто. Здесь уже без коленки, здесь просто руками, да? Да, здесь уже так вот берем. Оп. И догибаем вот до такого же угла. Можно посмотреть. Пожалуйста. Михаил Алексеевич, а вот карты-то зачем здесь? А! Поиграть. Поиграть. Так, я вам предложу, вы посмотрите, карты, что они… Все целые. Что они целые, там не крапленые, там не меченые. Так, все проверила. Все карты. Все, 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 все. Целые, да. Все честно. Подожди, я знаю, что сейчас будет, я знаю уже. Разрывать будешь? Я понимаю, что будут рваться карты. А если нет? А он вам сейчас порвет? Да нет, ну конечно, никуда мне-то. Так, ну что? Есть много способов порвать карты. Давайте я порву вдоль их, вот так. Вдоль? Пальцами вдоль порву. Я видел, как поперек это делал, вдоль ни разу. Нет, поперек очень легко. Ну покажите. Вот я вам покажу, как тут рвутся карты вдоль. Просто чисто, руками. Так, пошли. Все, пошли, все. Все, пошли. Пожалуйста, можете, хотите попробовать, Дима? Да, вот. Вот дальше попробуйте. Я и хотел попросить, не рвите до конца. Давайте, рвите до конца, давайте. О, сильный палец. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Дима! То есть, в принципе, можете и меня научить? Да. Да, я еще подержу. Спасибо большое, Михаил Алексеевич. Желаю вам новых рекордов, новых успехов. Вот какая сильная рука. Да вы не бросайте, у вас получились карты. Дорвали, молодцы. Будем заниматься. Будем заниматься. Вашему приезду, обещаю, я его научу. Спасибо. Подготовимся. Дарю вам две колоды. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.